Благодарение это моё эссе в виде смс, поэтому с телефоном послушайте, просто вспомните свои слова на самом деле и вы поймёте, как это важно. Милая, здравствуй! Поскольку ты вернёшься домой, захвати, пожалуйста, имбиря, потому что у нас уже не с чем заваривать чай. Я знаю, знаю, как ты его не любишь, но это полезно для твоего здоровья. Пожалуйста, не злись, не упняйся. Можешь взять свои печеньки к чаю, что ты сделала бы без моего напоминания, а что ты хочешь на ужин? Хотя он всё равно у меня будет отгорел, и мы закажем птицу. Я пытался заштопать твои стёплые носки и постирать наш плед. Вместо этого я поранил пальцы, сломал нашу стиралку, но я знаю, что ты не будешь сердиться, как наша соседня, потому что я сцепил. Опять Лёша звонил, просил у снуков деньги, взял честь, и в Сибири говорит, тяжело прожить на стиле, будто я ему не перевожу карьер в месяц деньги. Булан совсем скулал, он скулил по ночам так, что у них сердце кровь наплевает. Я вводила его к ветеринару, но они только разводят руками, но я-то знаю, что он просто не хватает тебя. Как и мне. Сегодня уже восемь. Восемь лет, как ты нарушила своё обещание. И ты куда? Восемь лет. Подумай только целых восемь лет. Восемь. Какая странная цифра, не находишь? Странная жестокая цифра. Я написала эту цифру в строчку, я исписала всю 96-листовую тетрадь, но даже её мне не хватило. Не хватило, чтобы осознать, что прошло уже целых восемь лет. Я пролистала эту тетрадь, прочёл каждое злобо, не торопясь, поочерёдно, затем быстро, словно скороговорку, потом проговорил каждое слово отдельно по буквам. Но заведляет и ускоряет тетрадь. Я читала, читывался. Снова и снова я листала тетрадь, пошинально пролистывая, начинала сначала, пока у меня не начало. И даже когда я закрывала, я видела эту площадь, ну, ты восемь, целых восемь лет. Прозвучит банально, но какое же жестокое совпадение. Если уложить восьмёрку горизонтально, словно хочешь умолюкать её, то получится бесконечность. А что же, собственно говоря, значит бесконечность? Я посмотрела в словаре, и там было сказано, что это величина, не имеющая конца. Всё верно. Но ведь величина — это то, что можно измерить, у неё есть мера. А у бесконечности её нет, как и конца моим страданиям. Бесконечность. Это те восемь лет, восемь лет боли, восемь лет страданий и слёз, восемь лет страданий. И это бесконечность, которая будет исцелять у меня всю оставшуюся жизнь. Восемь лет. Прошло всего восемь лет. Или, быть может, хочу сказать, целых восемь лет. Я не знаю, ведь это не имеет значения. В этом нет никаких храмов, границ, где не становится легче, труднее, больнее. Ничего не меняется. Бесконечность. Замкнутый цикл, который повторяется снова и снова. И я проживаю в труде все эти восемь лет. Я ни на секунду не забываю. Все эти восемь лет. Девяносто шесть месяцев. Две тысячи девятьсот двадцать два дня. Семьдесят тысячи сто двадцать просим часов. Каждая секунда моей жизни наполнена болью и тоской. Такой, что у меня нет себя заплатить. Сходить не вырывать у меня из груди. Я бью кулаками, а стены не кричу во все вороны, пока не начну заплатить. Нет, этого недостаточно. Тогда не будет достаточно. У меня просто свет в конце солнца руки. Мой взгляд больше не горит, как прежде. В нем погаснусь и не суши меньше. Пускай бесконечное множество. Но они больше не горят. Я одна в багажке все. А я один. Восемь лет. Перевернутая бесконечность. Я ненавижу эту цифру. Как один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я не наберу кальку из них с такси. Я как только умею. Теперь я ненавижу это поклятое число восемь. Так скоро буду увидеть и девять, и десять, и одиннадцать. Все цифры. Все. Я тебя бесконечен. Они все превращаются в одну сплошную бесконечность. Бесконечность. Ровно столько я стучаю. Каждый год, месяц, день, час, секунду с того самого дня до бесконечность. Я нашел имбирь. Можешь купить только ничего. Браво. Спасибо.